Вода в доме. Приметы и поверья. Любой живой организм нуждается в воде. Эта субстанция вездесущая, пронизывает всю Землю и каждый живой организм. Несмотря на свое широкое распространение, вода до сих пор относится к малоизученным веществам нашей планеты. К сожалению, при ежедневном использовании воды мы опускаем такой момент, как его магическая сила. Иначе к воде относились наши предки, которые слагали легенды, пели песни и рассказывали сказки об удивительной составляющей окружающего мира. Вода, текущая навстречу Солнцу, помогает при гастрите. Наши предки знали, что вода способна как исцелять, так и негативно влиять на людей. Это стало причиной зарождения по вере о живой воде, воскрешая людей. Вода, которая течет с запада на восток, навстречу восходящему Солнцу, живая. Если ей регулярно умываться, то она продлит жизнь. К сожалению, реки обычно несут свои воды с юга на север. Впрочем, если река течет и не строго в восточном направлении, на своем пути она наверняка будет много раз изгибаться и поворачивать нужную сторону, к Солнцу. Тут и следует набирать воду с живительной силой. Вода реки, текущая с востока на запад, мертвой. Вода, настоянная на золоте или серебре, тоже считается целебной. Она тонизирует и укрепляет организм. Борется с воспалительными процессами, болезнями органов дыхания, инфекциями и патологиями. Волшебной считается и непочатая вода, взятая из колодца на рассвете. Целебные свойства приобретает вода в источниках после первого грома. А самый пик их приходится на июнь. Поведать воде о своих проблемах и она унесет их. Текущая вода способна избавлять от расстройств не только физического, но и эмоционального характера. Достаточно просто рассказать ей о своих тревогах. Однако ни в коем случае не рассказывайте реке о своем счастье. Она унесет его. Поэтому наши предки никогда не пели над рекой. Именно из этой пример родилась другая, современная, запрещающая петь в душе. Вода прекрасно очищает и защищает от негатива. Так что принимать душ или ванную всякий раз, когда чувствуете усталость, подавленность или нервозность. Если вы поссорились с любимым человеком, придите вместе к водоему. Вода заберет все плохое, что встало между вами. Если вам приснился плохой или страшный сон, подержите руки над проточной водой, вспоминая его детали. Поток унесет видение и защитит вас от его негативного влияния. Делиться водой с окружающими и никогда не будьте знать горя. Согласно еще одному старинному поверью, воду нельзя давать кому-то ночью, пока еще не пропели первые петухи. В противном случае человек рискует распрощаться с семейным благополучием и достатком. Разлить воду во многих странах считается очень плохим знаком. Впрочем, если вы пролили несколько капель воды на стол, не расстраивайтесь. Это предвещает всего лишь дождливую погоду, а вот пролить немного воды на пол – к необдуманному поступку. Если в воду расплещет замужняя женщина, то это сулит конфликт с супругом. Если незамужняя девушка прольет воду, набранную в святом источнике или освященную в церкви, то она будет ходить в девках долгое время. Пролить воду не всегда плохо. Если это произошло перед самым выходом из дома, то это к удаче. В некоторых регионах была традиция специально поливать землю у порога перед отправлением в путь, чтобы дорога была легкой, а путешественник благополучно вернулся домой. Он может и не возвращаться, если в день, в который он отправился в дорогу, помыть пол. Разлить воду на себя случайно – тоже хорошая примета. Правда, это не относится к молодым девушкам. Увидеть человека с ведрами, наполненными водой – большой удачи. Если женщина хочет быстрее забеременеть, то ей следует попить воды из чашки беременной. Подавиться водой в своем доме к гостям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok